У нас есть такой брат, его зовут Илья. Я попрошу его пройти. Пройди сюда, Илюша. Илюша, вот есть такое, ты уже приготовился, видимо, цветы кому-то дарить, но ты пока успокойся, мы с тобой чуть-чуть поговорим, познакомимся. Друзья, есть в книге «Песнь песней», недавно у нас брат был в гостях и такое объяснение делал, интересное, такое выражение, к невесте обращается жених и говорит такие слова ей. Он, ну, как бы описывает там, как она прекрасна, и вот про её глаза говорит такие слова, глаза твои голубиные, то есть как у голубя, да? Вот ты знаешь голубя, да, там горлицу, ну, таких птиц видал. Вот чем тебе нравятся глаза у голубя? Не присматривался, да? Вот, ну, то, что маленький, точно, вот вообще, как зрачок у человека, наверное, так у неё и весь глаз у голубя, да, вот. Думаешь, ну, что он сравнил? Оказывается, есть такая деталь. Прежде чем я её расскажу, вот ты, ну, может быть, на картинках, ну, ещё где-то такое, знаешь, животное бывает, ну, там, видимо, целое семейство, ну, хамелеон. Есть такой, цвет меняет. А какие глаза у хамелеона, кто знает? Они такие вот большие, они из тела так вот, ну, торчат, вот такие, такие вот здоровые, такие. А ещё какая у них особенность из этих глаз? Голова вроде не при делах, извините за выражение, а глаза вот везде, вот так, вот так смотрят, и назад посмотрим, одним, другим туда смотрят, одним назад смотрят. А сам вроде ни при чём сидит тихонечко, а сам всё видит, и языком своим липким так жертву свою хочет поймать. Глаза во все стороны смотрят, крутятся, вот такие большие из тела выдвинутые. А вот у голубя, у него особенность такая, у глаз, почему он дёргает головой всё время? Потому что он смотрит всё время только в одну точку, у него глаза вот так не крутятся. Если он на кого-то смотрит, то это только один объект, там не может быть несколько объектов. И вот глаза твоей голубины, это вот, то есть, что он этим хотел сказать, что твои глаза, ну, наверное, что ему так хотелось, чтобы вот я был единственной, на кого-то ты смотришь. И она должна быть единственной, на кого ты смотришь. Но сегодня так и есть. Моё пожелание тебе и всем в зале, чтобы глаза не были хамелеонии, смотрели во все стороны, а сам вроде ни при чём, а сам смотрит во все стороны. Вот нам интересно, ну, думаю, всем интересно в этом зале, вот, куда твой глаз прикован, скажи её имя. Алёна, Алёна, пройди сюда, Алёна, где ты? Мы объявляем, да, мы объявляем женихом и невестой, Илью и Алёну. Они будут готовиться к браку, брак у них будет чуть, ну, чуть-чуть больше месяца, чем через месяц. В мае месяце будет брак у них в последних числах. Будем молиться о них и поддерживать. Кому какая-то хорошая мысль придёт, подойдите, посоветуйте, дайте хороший совет по Библии и словам, и делам. Ну, вот так. Встанем и помолимся благословимых. Помолитесь, а? Ну, как угодно, может, и так, может, и так. Господи, благодарю Тебя за то, что Ты хранил нас до сегодняшнего дня. Помоги нам в решении свадебных проблем, чтобы мы хранили себя в чистоте и святости. Господи, благослови нас. Аминь. Аминь. Господи, благодарю за этот прекрасный день. Благодарю, что в моей жизни посылаешь такого человека хорошего. Сохранил данное жизни. Благослови все наши вопросы свадебные. Да, что мы себя хранили. Аминь. Аминь. Господь и Бог наш, мы благодарны Тебе за милость, что вновь слышим в церкви голос жениха и голос невесты. И для нас это радость, что наши дети, они идут в церковь, что наши дети, они хотят заключать христианские браки. Господи, и мы желаем призывать Твое благословение и на этих молодых, готовящихся к серьезной семейной жизни. Боже наш, Твое благословение, оно так необходимо, потому что оно проведет через всю жизнь. Оно наделит всем необходимым и внутренним, и для характера, и для взаимоотношений. Благослови им держаться этого, держаться Твоих слов, храня себя чистыми. Да будет милость Твоя над ними в их жизненном пути. Благослови подготовку их к браку. Благослови им держаться Твоих слов, храня себя чистыми. 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 Играет музыка 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 Играет музыка